привет всем я сегодня буду делать лазанью и решила поделиться с вами этим рецептом он очень быстрый и очень вкусный я взяла одну большую луковицу и 1 поменьше все это дело обжариваем нарастительной маской так ручок обжарился у меня вот он обжарился теперь я добавляю вот такое вот мясо говядина у меня сто процентов говядина покажу какое оно вот у меня 800 грамм в упаковке я выкладываю все из-за того что даже если бутону я потом сделаю с остатками макароны что-нибудь еще дополнительно так что я не жалею мясо как говорится лучше больше чем меньше вот это все делает обжариваем с лучком хорошо на среднем огне так на немножечко поднять на шестерочки все обжариваю мяско пока вам пока мяско жарится у меня я буду делать соус у меня есть такой очень старый аппарат он очень удобный раз заодно и покажу вот берем соус делаем соус бешамель берем масло масло 90 грамм растопилось теперь я добавляю 90 грамм муки постепенно вот так потихонечку потихонечку она будет перемешивать перемешивать точно также можно просто взять с кастрюльки надо мешать мешать постоянно а мне это аппарат получает потому что я не перемешиваю он сам себе крутится перемешивать что-то сейчас немножечко поджарится как бы чуть-чуть вот так загустела немножечко и начинаем добавлять потихонечку молоко я беру 900 миллилитров молока и потихонечку заливаю молоко и оно мне так и сделает консистенцию начало как будто жиже потом опять густеть начинаем жиже и густеть начинаем я по чуть-чуть совсем добавляю добавляем по чуть-чуть аппарат у меня старенький мне он от свеклови достался я когда не увидела и говорит ты мне пользуешься отдай мне она мне вода он был новенький она вообще не пользовалась а вот у меня так и постоянно пользуюсь он конечно уже потертый малость так я залила сколько 500 миллилитров молока добавлю немножко соли где-то вот такой вот так немножечко маленькой то есть не все малюсенькая кофейная ложечка половиночку кто как любит кто вообще солить солить не любит добавляем остатные остатный орех молотый да пахнет лучше ну прям хорошо так пахнуло вот такой вот у меня чуть-чуть молочка добавляю чтобы как бы размешать все эти мои специи а там специи можете добавлять по желанию и все немножечко убавлю мою температуру было у меня на пятерочку поставлю на четверочку эти маркосерд может быть найдет такой поищите называется люсусей соусница маркосерд но больше чем уверена что новые композиции продаются ну да надо мне тоже посмотреть потому что я боюсь что когда-нибудь она у меня перестанет работать так я много пользуюсь я и каши манной варю в ней все соусы в ней делаю в этой соуснице так что мне надо стоять и перемешивать я просто все засуну в манну оно у меня крутится, крутится и крутится вот оставляем на 15 нет да на 10 здесь минута она зазвенит я буду проверить все в порядке возвращаемся возвращаемся к нашему мясу вот фаршик готовится жарится так надо соль добавить добавляем соль вот так он будет опять же по вкусу кто-то любит много соли кто-то мало вот добавили соль специи мои любимые хмели-сунели я покупаю в русском магазине здесь кстати закончилась все надо ехать покупать вот я готовлю соус томатную беру томатную пасту томатную пасту у меня разводить буду водичкой вот выкладываем томатную пасту сколько здесь 140 грамм в этой баночке на сколько здесь у меня выходит на о пикида литра ой же старенькая моя потертая одна четвертая литра пол литра где-то на пол литра водички вот разводим горячей водичкой сначала чуть-чуть чтобы хорошо развести а потом добавлю еще мою разведенную томатную пасту и хорошенечко все так вот перемешиваем можно добавить кетчупа очень тоже вкусно такой получится привкус так добавляем немножко кетчупа он не тому что Арно так придумала добавлять у меня кетчупа уже нет у меня что есть есть я не знаю как он по-русски называется вот такая вот травка у меня сейчас я его дай добавлю нравится вкусно пахнет так хорошо вот у меня базилик добавим добавим вот я люблю травки что у меня еще есть провансальские травки провансальские травки чуть-чуть и все и все укропчика у меня нет нет укроп есть а петрушечки нет надо будет купить вот все загустел нужно смело добавлять оставшееся молоко вот вот и все на молоко добавила еще оставлю его покрутиться мяско какое красиво получается фаршик напахнет я вообще мясо не любитель кушать а это пахнет обалдеть обалдеть смазываем вот такую форму прозрачную она была прозрачной стала не прозрачная маслом сливочным я смазываю по бокам везде вот смазала маслом маслом намазанная у меня мисочка теперь я беру мой соус бешамель маленькую ложечку соуса поливаю так чуть-чуть у меня густой классный соус вот чуть-чуть помлила дальше беру ложка мяса вот так раскидали чуть-чуть размазали вот так раскидали и теперь кладем листы лазаньи так первый второй у кого какая формочка у меня вот получается три таких листочка лазаньи на там бус бешамель размазали его берем опять агур с одной стороны с другой стороны с другой стороны с третьей стороны и опять размазали необычные сыр твердые на терке так хорошенечко так хорошо посыпали и опять накрываем слоями в этот раз у меня уже будет как бы пошире я беру четыре листочка ложками вот вот опять соус бешамель и опять рагу али раз вот здесь сытненькую такую лазанью сделаем чуть-чуть вот дальше опять сыр не жалеем тертый можно конечно лучше этот сыр пармезиана у меня его нет я забыла купить я не кладем листы лазаньи раз хорошенечко так потрамбовываем два три четыре у меня останется два лишних полного это делаем вот такая вот красота теперь что делаем присыпаем немножечко совершенно чуть-чуть опять накрываем листьями раз два три четыре вот и теперь заливаем оставшимся бешенели много-много-много сыра у меня третья упаковка осталась я прям им посыплю хотя мне этого достаточно будет вот все это дело теперь в духовку на 220 градусов и на 20 минут всем приятного аппетита